Продолжение следует... 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 Они не сохранили завета Божия, отреклись сходить в законе его, забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Он перед глазами отцовых сотворил чудеса в земле египетской на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Он рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся неякова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверст двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южей силой своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их, и они еле присытились, и желаемое им дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юноше Израилю их не зложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете, и летая их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их. И в стиле Ему устами, своими языком соемолгали перед Ним. Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Но Он милостиво и прощал грех, и не истреблял их, и многократно отпрощал гнев свой, и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание которой уходит, и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне, и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цаан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы и труды их саранче. Виноград их побил градом, и сикомор их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, и не охранял души их от смерти. И скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею. Вел их безопасно, и они не страшились. А врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилю поселил в шатрах их. Но они еще и скушали, и огорчали Бога Всевышнего, и уставы его не сохраняли. Все отступали и изменяли, как отцы их. Обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и стуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в село Мескинью, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицами его не пели брачных песен. Священники упадали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином. И поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. А избрал колено Иудина, гору сиона, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое. И как землю утвердил его навеки. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов вовщих. И от даящих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего. И руками мудрыми водил их. Слава, Своя Сына и Святому Духу! И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, преподай к стопам Твоей, вызываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий. И спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосерветию принимаю за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избах меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, видев царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец, источник и подателем всякого блага. На Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время, и ты начни провести без напасти всякого врачского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня, присвяти Твою истину, и с просвещенным сердцем исполняй Твою волю. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведущий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего творим Тебе из нечистых уст. И прости нам при грешении наше, совершенное нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам за бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь, неземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо ты, истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, в Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый Ангел, поставленный блести мою бедную душу несчастную в жизнь, не оставь мне грешником, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить мне себя посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем, и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владимир, Самая Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгоня от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия и нерадения, и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, враченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нещи слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, совуле от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословен нам всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Ольга, Виталий, Екатерина, Игнатий, Юрий, Марина, Роман, Сергий, Татьяна. Мы усердно к Вам прибегаем, как к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца Моего духовного, Игнатия, Батюшку и Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силой Твоей, дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. И прости им все грехи, вольные и невольные, дары им царствия небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, братцев, отцев и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Ангел, Вопияша, благодатней, чистая Дева, радуйся, Ипаки, реку, радуйся, Твой Сын, воскресе перед ними от гроба, и мир Твои воздвигнуты, и люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господне, на Тебе вот сия. Ликуй ныне и веселись и сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородица. А в остании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву о непречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостоя их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на пути истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Рани Твоего, Свина Господа нашего Иисуса Христа, помилуй Твоего, Прочистой Матери, и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего Речного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи, Боже наш, возри на детей наших вис, пошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые предметы и потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе слава вносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатьич. Спасибо, Господи, и помил отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засима, Олег Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александр, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический иноческий чин. И нам, да еще священник, если угодно тебе. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власть и воинства их, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви Твоей и сохрани их от покушения на них. Владимир, Деметрия, Дональда, Рамзана, Владимир, Александр, Дагена, Амана и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. Научи нас ценить это мирное время, благословляя Твое чудное, дивное имя и дела Твои. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от всяческого искушения, зла, греха. Защити и сохрани нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму. Владимиру дай веру, обрати его. Благослови Людмилу, любовь Владимира, Владимира, Алексея и Иосифа. Приши добрых жителей с детьми, знающими Слово Твое, любящими послушание Твое. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Лептину. И всех побуди на благовестие. Найди новые души. Спаси и помилуй Надежда, Валентина, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Михаила, Нину, Романа, Анну, Юрию, Ездру, Рахиль, Александра, 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 Сергея, Сергея, Екатерину, Екатерину, Галину, И самире дарь добрую веру в Тебя, Господа, как Второе лесо Троицы. И Романа найди, где он есть, Господи, избавь от духа лжи, заблуждений и упрямства, не дай ему погибнуть, а добрые дела его да придут на память перед Тобою. Марину, благослови, Марину. И нас помилуй, милости Твоя ради, возри на угрозы врагов, на их поношение, и не дай желаемым в исполнении их злых желаний. И защити нас, и примири их с нами. И в судный день непоминимых безумия, Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктора, Алексея, ты знаешь, Господи, благодетели наших, благослови. Елену, Людмилу, Иоаннилу, Евгения, Наталья, Юрия, Эдуарда, Надежду. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, не дай им погибнуть в ожесточении сердца. И от пьянства избавли Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игорь. Найди все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, посети болящих, дай силу перенести страдания, не возроптать. И пошли мы в исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Нианилу, Татьяну, 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 Валентина, Валентина, Анну, Марью, Александру, Анастасию, младенца, помилуй. Путешествующих, Раиса, Льва, Виктор, Благослови, Лидию, и найди Стива, и джазца собрати, избави его от зла и Алексея, плененного врагом, освободи из плена, дай ему веру Твоей святой, ни предрассудки человеческие, ни выдумки, но по слову Твоему жизни. Благодарю Тебя за все Твои милости, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни, и по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе за прошедшие дни. Ты расположил сердце митрополита Сергия прибыть к нам, и Ты показал Божественную Твою любовь через него еще более. Слава Тебе. Господи, сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути, и трудящихся, Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава, Дмитрия, Виталия, Валентина и всех помогающих. И обрати, Господи, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Помилуй нас, Боже, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Вау Вау Ваучи. Свят, свят, свят Господь, Савао, вся земля полна слава, его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволения, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, этот дар неба, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. И в вечности войдай с тем, кто трудился над возрастанием моей души в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила, Анну. Аллилуйя. Посети заблудших, замерзающих, пытаемых, убиваемых детей Твоих. Укрепи их, дабы никто не отрекся от Тебя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас с молитвами своими и вечности воздай всем, кто помогал нам в наших путешествиях, Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши. Благодарю мне Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучать свое тело и проведи душу мою по мытарствам страшной и непонятной и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христу, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. и каждому дару и жилье Сергея Гавриилу. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас, да укрепит нас Господь, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрих и Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, застал нас неготовыми, но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, и Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да укрепит Господь народ свой и дай жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, да и веру в старшие родители за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадт, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысле еретиков разрушь и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискела и Акела, Андроник, Июния, Киприяна, Устина, Годарует Господь послушание и молчание, Соломудрие и стыдливость, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства, Евгения, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раисы, Юли, Ляны, Людмилы и Анны, и прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради Иисуса Христа, умершего за грехи наши на Голгофском кресте, услыши нашу молитву, спаси и помилуй всех, заповедавших нам молиться о них, ради пролитой Твоей причистой крови, Аллилуйя, Аминь, говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь, Доброе утро, Христос воскрес. Аминь. Завтра в последний раз приветствуемся. И дальше надо запомнить, вместо... Доброе утро. Завтра в последний раз. И уже вместо святися, опять достойно считается. А где Христос воскрес, тут не будет Царю Небесному, ничего не будет, просто пропуск. Десять дней. Мы благополучно побыли в Потеряевке, сегодня выставили, мы снимали с двух сторон, я с южной стороны у окна стоял, ну, что там у меня, не подряд всего, руки трясутся, а с северной стороны, там, где зал, где школа, Володя снимал, хорошо снял, я сегодня посмотрел опять. Один час, пятьдесят минут, пятьдесят одна минута. Без малого, два часа. посмотрите, как идет богослужение, тут все, предсказатели были, никогда больше к вам митрополит не поедет, вы такие, такие, там, приехал опять, приехал не просто так, дальше, какие там подарки мы давали, книги, я вчера ему звоню, он радостный такой, откликнулся, ну, не хватило, для слова Божия нет ус, я священники, которые были, и ему подарил благодатью Божией, трехтомник Нового Завета, а истинного православия нет, батюшка пошел, свой там первый выпуск дал, и кому дали, А Володя уже ушел к машине, вернулся, и у всех хотя отобрал, давай другим давать, вот этому надо, вот этому, ну, я говорю, что сделаешь, приедем в город, я не думал, что у меня там нет, а там без меня, видать, раздали, ну, вчера я на крышу тут голубям лазил, а там у меня склад, я оттуда лазил-лазил, думал, упаду, но вот все-таки снес, и болящая Татьяна пришла, Капустина тут, маленько помогла, в руки брала, ну, я позвонил Владыке, то сказал, он радостный такой, а я сейчас машину пришлю, ну, и правда, приехал, я не знаю, он священник или кто, секретарь, ну, такой радостный, я ему подарил, милостью Божией, три пачки, по восемь, трижды восемь, двадцать четыре, двадцать четыре книги, к истинному православию, вот так, и сегодня ночью полностью уже загрузили, почти все ролики, снимали много, в разных местах, ну, просто замечательно, вернулись все живые, здоровые, благословение такое, и гликерию там оставили, ну, девчонка пять лет, она тут что, живет, мать такая, отец там бросил их, да все, матерки дома, а тут другое, но она очень подвижная, ей надо укороту давать, обед было, там посадили рядом с ней, и втихие, ну, я не знаю, год ему или сколько, она его замучила, там ему в рот все толкает, такая ревностная, а в храм пришли, в ней силы нет, она сразу уснула, вот там в вечерине была, а вчера батюшка говорит, иду я, и она, батюшка, или как говорят там, Люба шли, она к ним вышла на улицу, и говорит, а вы знаете, что, Игнатий Тихонович-то уехал, ну, говорит, да знаем, а кто старший в деревне-то, не знаете, я теперь старший в деревне, батюшка говорит, вот я не знал, это новинка для меня, ну, вот, что сделаешь-то, а то говорят, умрем мы, все развалится, да еще себе, пятилетние дети, и те уже перехватывают инициативу, вот так интересно, ну, вот я, зачем я вернулся, от этой недели мне продукты привезут или нет, для людей, вчера звонят, еще два человека, собираются на крещение, у нас, полно погружением, в озере, седьмого июля, к этому времени, вот отовсюду столько радостных известий, а я что там приехал, к голубям, а это из Америки-то, вовремя успела, Лидия Ефимовна, Муранова-то, мне тоже на голубят неохота посмотреть, она что, в программу записала себе, ну и все, это Алена меня возила, на машине, сидит, ну, такая она, худенькая, как тростинка-то, в руль сцепилась, я гляжу, какая скорость, я гляжу, 100, 120, 140, я ей через плечо уж потихоньку, Лена, еще уж так, это быстро-то, ведь машина не один раз перевернется, если еще не так, ну, она сделала там 138, так интересно, должны были переехать сюда, оттуда сцеплялись, ну, садить некуда людей, и вдруг батюшка явился и говорит, а зачем вам ехать в Барнаул-то, который из Омска-то, вам в другую сторону надо ехать, а тут вот одна пишет, собирается прилететь, девчонка с Дальнего Востока, с границы, еще надумали, самолеты идут на Москву, отсюда долететь до Москвы, а оттуда уже с аэропорта, в Барнаул, то есть 7 тысяч километров лишних, то батюшка говорит, да вы что, с ума сошли что ли, я тогда говорю, на перехват, до Новосибирска, дождаться, или поездом ехать, ничего себе, стремятся как, но были новые люди, много потеряйских приехало, это все за трапезу сделали, в одном помещении, и детей перенесли сюда, ну и протиснуться-то негде, ну и мне, как всегда, Владыка предоставил слово, слово, но я ему говорю, Владыка, тут придется сидеть, вот вы говорите, двери, двери, премудрость, кто у двери стоит, закройте дверь, чтобы ни один не вышел, пока я не хочу говорить, а Владыка широко улыбается, сидит, я говорю, в первую очередь, мы сейчас покажем, антиномии, парадоксы, такая книга была, очень знатный человек был, Дмитрий Дудко, священник, он 7 лет отбывал на каторге, и вот он об этом пишет, но и он, говорю, про это не написал нигде, что за парадоксы, я не считал ни одной проповеди, и стал говорить, я говорю, вот 7 мест писания, что означает цифра, 7 объяснил, это вы сегодня посмотрите, слово, я говорю, это первое выступление, а второе рядом будет, вы слышали Зоина стояние, с иконой, она когда танцевала, и застыла, не могли снять, ну слышали, но мы не знаем, правда нет, сегодня будет живое стояние Нины, они не поняли, я Нину Жолниру, как ее выгнали из храма, не пускают в храм, и она 4 года стоит на улице, ее дождь мощит, а зимой валенки протаивают до земли, священник там не излюбил ее, за то, что она с нами знается, она говорит, ну как я могу не знать это, я на Игнатьевых занятиях пришла к Богу в университете, и как я могу, а он ничего не слышит, это село Клочки, Ребрихинского района, Алтайского края, Чернодаров Игорь, теперь он Спиридоном стал, и Владыка слушает, я говорю, она к вам, и она сама говорит, и с такими, как бы, со сдерживаемым рыданием, я ничего, говорит, не прошу, я сказал, нет, как Богу угодно, она к тому, кто севал от здесь, понич, с Украины прислали епископа, мгновенно объявил нам войну, прям сразу же, сколько было священников, ездили, запретил всем, вот это Украина все, какую ненависть несет она сюда, ужасно просто, перестали, пригрозил чего, ну выкинет, выгонит, за то, что к нам приезжают, а приезжает, когда митрополит, они ему подчиненные, они взбесились, я просто, другого слова не нахожу, и запретил всем, и ни одного священника, с той стороны нету, сколько лет устанавливали дружеские отношения, что ему, зависть, у него никогда этого не будет, такой радости, такого порядка, отчинности, тишины, никогда, да и нигде нет этого, нигде, даже по-русски, вот, кто тут говорил, за русский язык, по-русски давай, по-русски, по-русски, ну вот теперь смотрите, у нас богослужение было, по-русски считают, все библейское, и никто и не заметил, этого даже, почему остальное поется по-церковно-славянски, ну понятно же, Христос воскрес из мертвых, там и проще, и заметьте, без шероховатости, ни соринки, ни задоринки, нигде, как вот, посмотрите, это богослужение идет, вот эта золотая середина, о которой, нет, давайте все по-русски, по-русски давайте, мы это все отшибли бы, приехали священники, ни один считать не может, петь не могут, надо думать о большем, и мы не потеряли, мы на сто процентов выиграли, мы прошли золотой серединой, этого держимся, не снахальничали, ничего не изменили, я еще раз повторяю, будьте осторожны, не надо, у нас церковно-славянский язык главенствующий, но мы сделали так, что даже незаметно его, все по-русски, и в то же время, никакой смуты нет, а если псалмы библейские, поются, тогда по-церковно-славянски, вы сами подумайте, насколько это было мудро, Богом показано, не наше это, и вот еще раз доказательство, вот это полная литургия, и священники, и прислужники, и диаконы, ну, возрасты, будут они по-русски делать, какие, вместо меня, меня, еще это изменится, еще не изменится, хотелось сказать только, те, которые перегибают, вы знаете, сколько сегодня всякого зла в церквах, а у еретиков, через барьер все льется, а кто первый сделал, Мартин Лютер, 1517 год, хорошо сделал, самое большое дело, какое сделал он, по моему мнению, перевел библийно-немецкий язык, а дальше-то, что пошло у них, сами начали толковать, святых отцов не принял, и теперь все гомосексуалисты, все садомиты, священники, это все оттуда идет, самое злостное, самое противное, гнусное, все идет оттуда, от протестантов сегодня, и женщин там, священники ставят, а какие они священники, это женщины-то, даже и в апостолах их не было, нигде ни одной женщины, ну вот так вот, так что здесь тоже есть память такая, вначале по-русски, даже были обновленцы, все по-русски было, и чем кончилось, полным предательством дело Божие, предали патриарха Тихона, священников предавали, тысячами, а все по-русски, НКВДшники, КГБшники, так что, держаться той середины, на которой мы остановились, где нас никто не упрекает, мы это делаем с разрешением, приезжает митрополит, дается Евангелие, на русском языке считает их диакон, сначала он как-то робко читал, а потом длинное было, и все хорошо обошлось, а то начали судить, вот не так, а давайте, ну давайте, делайте это, экспериментируй, но не на этой общине, наши общины, благодаря нашему благоразумию, Господнему, который он дал, мы не перешли эту грань, мы не сделались негодными постылами, а любимыми, а это стоит чего-то, все, я отхожу, благодарю за внимание, я попутно пока, еще Сергей не начал, может вопросы какие есть, на этой неделе, последняя у нас будет, может быть в субботу, или пятницу, как Сергей скажет, но в субботу, я уже уезжаю на 4 месяца, если Господь благословит, вот, Надежда Васильевна тоже уехала, но сегодня, или еще должна вернуться, тут она, бывшая наша квартира, ну, мы ее подарили тут одному, и оформляют документы, но никак не могут, там берут деньги, а ничего не делается, или делается, да плохо делается, не знаю, и она нужна, тут она везде помогает, там знает начальствующих, и вот, вот еще один, я говорю, пример мы увидели, как нужно благоразумно, и все, не на храпом, а я бы сделал, у нас был один тут, Жалтухин Александр, священник, да батюшки нет, он давай, кому на русском, я буду на русском, а на славянском, пусть батюшка, забегал по дворам, то другое, ну, батюшка приехал, и разобрался, давайте две литургии делать, а вытащим престол сюда, посередке, в двери не пролезет, ну, и к чем кончал, она ничем, все бросил, уехал, и в семье ковардах, и в церковь не ходит, я знаю, чем кончал, он ко мне приезжал, зачем ты это делаешь, ты пришлец, ничего не трудился, тебе батюшка доверил в Рубцовск ездить, прищащать, здесь послужить, а он дальше полез, почему, потому что не христианская жизнь, совершенно не христианская, и в доме, как говорят, шалман, шалман, гибель, работа, детей не приучают, подарили тёлок, тёлка, ну, как говорится, незамужняя корова, и они беременные были уже, то есть стельные, ну, и дальше-то развивай, овечек дали, подарили, когда разбогатеешь, тогда такие же тёлки подаришь пришельцам, новые, которые приедут, и он ни слова не говоря, ночью поколол их всех, все так ахнули, вот оно грядет, задавайте по-русски, да ты в доме наведи порядок, поколол всё, ну, всё, ничего нету, картошку покопал, а в семье семь детей, а картошка в поле остаётся, как так, а нам хватит, да как хватит-то, поросять держишь, и кормить надо, а девчонка и сказала, а нам там, где были раньше, приходили, верующие, копали, а девка на выданье, да щёшь к вам приходить, как не стыдно, у нас отец без руки был, без руки левой, десять ребятишек, и чтобы к нам кто-то приходил, со стыда бы умерли, с пяти лет уже все работали, что могли, кто тащил, кто на поле, картошку копать и проще, так что за этим, когда лезут, давай вот это, непонятнее, этой лености, кое-что можно и выучить, слова-то простые, в животе, ну, живот жизнь, запомни, кроме твоего живота, ещё жизнь есть, паки-паки, то есть опять и опять, снова и снова, я к тому прошлому разговору, как был, ко мне вопросы, а то я сейчас буду заниматься, по хозяйству готовить, я же один, нету ничего, ну и с Богом, с Богом, Спасибо. Продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лавкина «Гордость папства». Выписки из книги «Килл Джон» НЛО «Операция «Троянский конь» Перевоз английского «Бунича» Санкт-Петербург Интерстратсервис 1992 год 320 страница Страница 264 цитата В 1915 году четыре девочки пасли овец в окрестностях Кабека, Португалия И увидели, если верить сообщению, белую фигуру, парящую в воздухе Она была словно завернута в простыню Не было видно ни головы, ни рук, рассказывали девочки своим родителям Еще дважды в то лето девочки видели белое безголовое существо Имя одной из девочек Лучия Эбобера Она родилась 22 марта 1907 года И ей суждено было сыграть одну из центральных ролей в потрясающей драме Которая за этим последовала Летом 1916 года Лучия Эбобера с несколькими другими детьми играла неподалеку от лесной опушки Неожиданно они увидели яркий свет над вершинами деревьев Когда свет достаточно приблизился к ним, он принял очертания человеческой фигуры Позднее дети рассказывали, что прозрачный юноша лет 14-15 приземлился недалеко от них и объявил Не бойтесь, я ангел мира, молитесь со мной Дети опустились на колени перед прозрачным юношей и молились до тех пор, пока тот не растворился в воздухе Цитата Ныне суд миру сему Ныне князь мира сего изгнан будет он Еще цитата Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего И во мне не имеет ничего И еще цитата О суде же, что князь мира сего осужден Это цитата из Евангелия от Иоанна, 12 глава 31 стих, 14 глава 30 стих и 16 глава 11 стих Еще цитата Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания 2 Петра 24 Еще цитата И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света Второе послание Коринфянам, 11 глава 14 стих Примечание и глава Через пару недель ангел опять появился перед той же группой детей на том же месте, и они вновь вместе молились Первоначальный контакт был налажен Сцена оказалась подготовленной для дальнейших событий Кавычки закрываются Страница 266 Открываются кавычки опять 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты Америки официально вступили в войну Месяцем позже, в воскресенье 13 мая Десятилетняя Лучия Эбубера Девятилетняя Франциско Марто и семилетняя Джан Сита Марто Гуляя в поле у деревишки Кова-да-Ирия, расположенной вблизи города Фатимы, Португалия Видели в ясном небе вспышку яркого света Подумав, что это молния, дети бросились под прикрытие большого дуба Но остановились в изумлении, увидев парящий на трехфутовой высоте яркий шар Светло-зеленого цвета А внутри шара существо Сверкающее белой майте и с лицом На которое больно было бы смотреть из-за исходившего сияния Не бойтесь, я не причиню вам вреда Сказало существо мягким мелодичным голосом Испуганные дети спросили ее голос блуженским Откуда она появилась? Я прибыла с небес, ответила она И прошу вас приходить сюда в течение шести месяцев Каждого тринадцатого числа в это самое время Тогда я скажу вам, кто я и чего хочу После этого я явлюсь на землю в седьмой раз Она попросила их ежедневно молиться прекрасной деве за мир на земле Затем шар в полной тишине стал подниматься и исчез Примечательно то, что только Лючия и Джан Сита слышали голос Что же касается Франциска, то он хоть и видел объект Но не слышал ничего Тринадцатого июня дети снова направились в Хорда Ирию их сопровождала Держась на почительном расстоянии небольшая группа паломников Одна из свидетельниц, Мария Карреера Заявила, что когда дети неожиданно опустились на колени И стали разговаривать с невидимым существом Она лично не видела ничего, но слышала странный звук, похожий на жужжание пчелы Согласно многим показаниям, звук, похожий на жужжание пчелы Часто исходит от низколетящих НЛО Тринадцатого июля крестьянин по имени Ди Марто сообщил, что он слышал звук, похожий на тот, что издает овод, залетевший в пустое ведро Лучия ответила словами Пресвятой Девы Продолжайте ходить сюда каждый месяц В октябре я скажу вам, кто я, чему хочу и совершу чудо, которое заставит поверить в меня каждого Еще цитата Когда ночь озарится невиданным светом, знайте, что это великое знамение, которое дает вам Господь, желающий покарать мир за его преступления Чтобы предотвратить грядущие несчастья, я попросила Господа наказать только Россию Если моя просьба будет удовлетворена, Россия будет наказана преобразованием и на земле наступит в мир Но молитесь за Россию Кавычки закрываются В августе дети были арестованы властями и содержались некоторое время в заключении 13 августа шеститысячная толпа собралась на заветной поляне Согласно зрительствам очевидцев, яркая вспышка света озарила небо И нечто напоминающее маленькое прозрачное облачко стало медленно снижаться и повисло над вершинами деревьев В этот момент лица стоявших в толпе осветились яркими многоцветными огнями Дети были освобождены и пришли на поляну Через месяц, 13 сентября, дороги, ведущие в Ководе Ирии, были забиты паломниками, священниками, монахами, нищими и огромным количеством зевак В этот день в толпе, среди прочих, находился доктор Манюэль Муниес Фре-Мигао Настоятель Кафедрального собора в Лиссабуне и профессор духовной семинарии в Сан-То-Рене Позднее он писал, что когда дети впали в транс, в совершенно безоблачном небе слегка померкло солнце Однако, настоятель не заметил светящегося огненного шара, о котором заявляли другие свидетели Вплоть до этого времени Пресвятая Дева никоим образом не давала понять, кто она такая Около 70 тысяч человек собрались в Ководе Ирии 13 октября 1917 года в ожидании обещанного чуда Многие были с фотоаппаратами, а хроникеры даже с примитивными, с ручной перемоткой, кинокамерами Погода была очень плохой, шел проливной дождь Поле превратилось в море грязи, толпа стояла под зонтиками Дети вместе с родителями спрятались под небольшим деревом и ждали Вскоре после полудня Лючия тяжело задышала И ее поднятое вверх лицо восторженно осветилось, когда она начала впадать в состояние транса Появилась Пресвятая Дева, которую стоящие в толпе, естественно, не видели Дети заявили, что на этот раз она держала младенца на руках и назвала себя Матерью Божьей Война скоро кончится, сказала Дева, и солдаты вернутся домой Война продолжалась еще год Внезапно, издав крик ужаса, многотысячная толпа повалилась на колени прямо в грязь Огромный серебряный диск, быстро вращаясь, пробил низкую облачность и стал снижаться Крупкие пряди серебряных ангельских волос посыпались с неба и быстро растаяли, прежде чем кто-либо сумел их подобрать Объект, подпрыгивая вверх и вниз, плясал под кромкой облаков и, завращавшись, быстрее начал быстро менять цвета Затем, резко снизившись, он пронесся над охваченными ужасом людьми и снова набрал высоту Подобные маневры продолжались более 10 минут За много миль от Фатимы свидетели наблюдали тот же самый объект И в Сан-Петро-де-Моэле, и в Альбур-Рите, и в других местах Священнику Игнасо Лоуренцо объект показался похожим на снежный кол, вращающийся вокруг своей оси В самой Фатиме, в толпе наблюдавших, находился известный ученый из Койверского университета Профессор Альмейда Гарретт, который позднее писал Цитата Объект выглядел подобно диску с очень четкими контурами Диск был похож на хорошо начищенный металлический предмет Этот диск неожиданно начал разворачиваться, вращаясь все быстрее и быстрее Внезапно толпа издала вопль ужаса Непрерывно вращающееся солнце, изменив цвет на кроваво-красный, камнем устремилась к земле, угрожая раздавить всех своим страшным весом Волна горячего воздуха пронеслась над ошеломленной толпой Мгновенно высушив их промокшую до нитки одежду Этот инцидент был тщательно расследован О нем написано большое количество книг Однако ни в одной из них нет фотографии объекта А ведь в толпе было очень много фотографов, направивших в небо объективы своих аппаратов Что же случилось со всеми теми фотоснимками, которые они сделали? Куда девались километры от снятой кинопленки? Я приложил немало усилий, чтобы обнаружить фотоматериалы, но не добился успеха Можно только предположить, что все они собраны кем-то и хранятся за семью замками в каком-нибудь секретном архиве Поскольку в этом уж никак нельзя обвинить ни ЦРУ, ни наши военно-воздушные силы Но кто же тогда конфисковал эти фотоснимки? По прошествии многих лет миф о солнце стал отходить на второй план И все больше удаления делалось на святости трех детей Серебряные ангельские волосы в современной литературе описываются как лепестки роз Страница 270 Чудо, происшедшее в Фатиме, не было случайным контактом Скорее наоборот, это была тщательно запланированная и не менее тщательно проведенная демонстрация Доктор Джек Велли, Антонио Ривера и другие известные исследователи НЛО много писали об этом Исследователи старательно проигнорировали все предвидевшие инцидент события Проигнорировали все предварявшие инцидент события А предшествовавшие события были гораздо более важными, чем наблюдение над самим объектом Дети получили строго католическое воспитание Контакт был осмысленно проведен на религиозном уровне Первоначальный контакт иногда происходит за месяцы, а то и за годы до того, как контактер полностью вовлекается в какое-нибудь событие Страница 272 И вот, выбрав трех маленьких детей из Португалии, они начали притворять в жизнь свой тщательно разработанный план И вся ситуация была задумана так, чтобы она согласовывалась с предстоящими впоследствии инцидентами с НЛО Слова Пресвятой Девы, переданные детьми, настолько соответствовали католическим канонам Что это произвело сильное впечатление на священников, так как было бы весьма сомнительным подозревать крестьянских детей в глубоких знаниях теологии Однако, все разговоры Девы были, по-видимому, таким же отвлекающим маневром, как и бесконечные рассказы современных экипажей НЛО о жизни на других планетах Фотографии объекта исчезли Основные пророчества скрыты ото всех А сама Лучия ушла в монастырь Страница 274 В наше время происходит еще немало чудес, типа того, что наблюдалось вблизи Фатимы С 1937 года по 1945 существо, назвавшее себя королевой вселенной, более ста раз появлялось перед четырьмя девочками в возрасте от 12 до 14 лет из крохотной немецкой деревушки Хеет Гитлер сам был транс-медиумом и находился в контакте со злобными существами Подсказывающими и направляющими его политику геноцида Гипсовая статуя Божьей Матери Сиракузи Сицилия неожиданно 23 августа 1953 года начала плакать настоящими слезами В других случаях со статуей и картин начинала капать настоящая человеческая кровь В воскресенье 18 июня 1961 года четверо девочек испанской деревушки Гарабандал вдруг увидели ангела Он был окружен мерцающим заревом и растаял в воздухе, не произнося ни слова Начало повторяться чудо Фатимы буквально во всех деталях Вскоре после первой встречи с ангелом девочки начали впадать в транс Дева появилась в сопровождении двух ангелов У девы были длинные и тонкие руки Удлиненное угловатое лицо Сырячным тонким носом И неизвительными узкими губами Она оказалась довольно высокой Ее темно-каштановые волосы были распущены Как видите, получается классическое описание длиннорукого с длинными пальцами Обитателя НЛО На правой руке девы девочки заметили квадратный рубин Обрамленный треугольником С какой-то надписью, выполненной буквами восточного типа А на треугольнике был изображен глаз Во всех этих случаях ангелы подозрительно похожи на наших знаменитых Смуглых маленьких парней с летающих тарелок Многие сообщения, переданные девой Настолько скрупулезно соответствуют католическим догматам Что могут быть поняты лишь хорошо подготовленными геологами Так в сообщении от 18 октября 1961 года Переданном девой через девочек говорилось Мы должны принести еще много жертв И долго находиться под эпидемией Мы должны посещать святые места Но самое главное Должны быть праведными Или на нас обрушится наказание Чаша уже переполнена И если мы не изменимся Очень суровая кара пойдет на нас Эти строгие предупреждения о том Что деятельность человечества Вызывает сильное неудовольствие Ультрасуществ Если в религиозных сообщениях Содержатся туманные угрозы Наказать весь мир То информация СНЛО Сформулирована более четко Прекратите жонглировать Атомными бомбами Или мы Парализуем жизнь На вашей планете Вопрос к православным Насколько наши чудеса Массовые мироточения икон Отличаются от католических Кто сумел увести народ От ясного евангельского учения И создать совершенно новую религию Под названием православие Не имеющую ничего общего с Евангелием Кому это выгодно? У большинства современных верующих Называющих себя православными Вера не просто не евангельская Но прямо антиевангельская И главная вина за это падает на иерархию Народ ищет ответа Руководство не у Бога И не из Библии Но у грешных людей Взявших ключи разумения Горе вам законники Что вы взяли ключ в разумение Сами не вошли И входящим воспрепятствовали Лука 11 глава 52 стих Столетиями велась ожесточенная Война на востоке и западе Против Библии и против богослужения На родном понятном языке Смотри Слово Божие Священное Писание И так бодрствуйте Заключительным событием Заключительным событием Всех этих подготовительных чудес Православных у католиков Был чудеса антихриста Выдающего себя за Бога Ибо Ибо когда мир своей мудростью Не познал Бога в премудрости Божией То благоугодно было Богу И родством проповеди спасти верующих Ибо и иудеи требуют чудес И елены ищут премудрости А мы проповедуем Христа распятого Для иудеев соблазна Для еленов безумия Для самих же призванных Иудеев и еленов Христа Божией силы И Божию премудрость Потому что Немудрая Божия Премудрия человеков И немощная Божия Сильнее человеков Первое послание Коринфянам 1 глава 21 по 25 стихи Все на сегодня Ну и как? Хороший материал? Слава Христу Материал богатый? Материал богатый? Да Ну вот Это я почему так много Время потратил 40 лет материал собирал по крохам После нее у меня симфония Она не каноническая Издать более трудно было Корректоров не могли найти 18 человек проверяли И бросили Вот это все позади Все вам в наследии остается Нападали там Которые свистели Кричали Улюкали Вот возьми архиерея приехала И все По крайней мере на этот день Они уже замолкнут Так они сейчас на него начинают Как он показал Стучат рогами Чудо бог сотворил Вот это Нас очень трудно были отношения С прежним Епископом Он сейчас в Ельце Максим был Он так Он бы был митрополитом Если был по другому А так Епископом остался В дыру там загнали в это С Алтай Алтай это жительница Это Богатая епархия огромная И вот Сказали бы Заменить его другим Ну как заменишь Это же патриархия А вот Бог так все сделал Тот начал делать Ошибку за ошибкой Знарекания Перехоразохранил Когда он Антония Епископа то Никого не уведомил На него поднялись И прокуратура И губернатор Карлин был Будто бы сказал Сказал патриарху Или кому-то там передали Чтобы его немедленно Убрали отсюда Его сразу же убрали А вот прислали Такого тоже епископа Он даже архиепископа На дня наверное не был Сразу в митрополиты Тот говорит Ни одного собрания Совещание перехиального Не начинало И не заканчивало Чтобы нас Не вспомнить А вот там все наоборот Вот Наш как-то человек там был Недавно Ну недавно Месяц может назад Ну не наши общины Но знакомые где-то Я говорю Стою в двери там К кому-то пришел И слышу Архиерей вот этот вот Разнос там дает батюшкам Почему на благовестие не идете Не Евангелие не раздаете Как Игнатий Тихонович Вы дождетесь что Жить не на что будет А тот сразу мне позвонил Говорит Вот это да Объявление наше о лагере Они срывать посылали Семинаристов А этот Внутри Прям на дверях Самого храма Под колокольней Все лето висело Никто не пришел Но само отношение то какое И вот вы его когда посмотрите Встреча идет как Он с поцелуями приезжает С поцелуями выезжает Вот Ну один день два Как то Ну это сколько лет Уже у нас Эта дружба идет Насколько он искренен Все грозятся Убрать его отсюда Куда то там Не знаю Он член Синода Ну молимся Чтоб Господь Оставил его пока Вот оставил Вы сегодня посмотрите Обязательно Литургия какая была Ну а слово там я говорил Это уже как бы Отдельно выделили ролик Ну вот так Молитесь чтоб все было хорошо У меня что то последние дни Тут вот Какие то неприятности На ютубе Внезапно Выкнул у меня Почему то вчера Ну ладно вот Вячеслав Семенов тут долго возился И все таки обратно Поставил То Диск Никак не открывается А я Приехал в воскресенье Это позавчера И ко мне приехали сюда Программисты Меня подцепили В ночь Я я я я я я Куда глядя на ночь Я не выхожу Не разговариваю Машину подогнали В машину меня посадили Утащили в город Я говорю Город ночь Ничего вы не знаете Это предприятие работает Круглосуточно Там где нужно заменить В прошлом году мне Флешку новую купил Программист Наш Ну все надо Я осенью Вытащил Положил стол Оказывается она у меня В столе лежала 8 месяцев И за каждый месяц Высчитывали по 500 рублей Вот штука какая Как все любят денежки И сказали Лучше симку выбросить Купить новую А новую Это надо паспорт И меня повезли Чтобы на меня все оформить Вот такие люди заботливые А симку эту я не знаю Куда теперь одевать Как Она маленькая Там ноготок А продают Там Ну коробка прям большая А когда разобрали Там один картон А там всего ничего Может быть наша душа Тело весит полтора центра А душа там полтора грамма Как то умирал человек Говорят под колпаком Ну уже никак туда не попадешь И сколько он весил Когда дышал И как только последнее дыхание Весы качнулись Я сейчас не знаю сколько Ну что-то 6 грамм Кажется меньше стало весить И тогда решили Что душа весит 6 грамм Вот такие фокусы бывают Потому что если он был как Под стеклянным колпаком баракаметра Баракаметра Воздух туда не подавался Ничего нет тем воздухом И стоял одинаково Все Здесь целый день Все одинаково у него Воздух переработанный Ну по закону Который открыл Ломоносов Закон сохранения веса веществ Они не исчезают Вот дрова допустим Мы сожгли Если взвесить тепло Оно взвешивается Луч солнца оказывается Имеет вес То никуда ничего не делается Тепло все опять то же самое Золы сколько И сколько до этого весило Грамм в грамм сходится Никуда ничего не исчезает Вот тоже законы какие И вот Господь дал Такой вот приезжает Владыка Как праздник для нас какой Вчера он опять был у меня Где там В первый раз он зашел в скворечник А здесь был вот в этом Где я сижу сейчас Третьего февраля Когда батюшке было сорок лет В священном сане А там пошел К Володе в дом Где мужское отделение Все заинтересно Ну я уж не стал их тащить По лестнице голубям то Сверху посмотрите И ребятишки такие Которых Ну это я называю семинаристы Спокойные Самое беспокойное у нас была Гликерия Ну все это позади И все перетерпели Мы составили сценарий такой Я тут буду ставить его А она нарушений много делает А баба Надя то Ну не может за ней присмотреть Ну как с ней быть то Ну и решили тут же назад Ее отправить Раз она не слушается А она уже уперлась Я хочу остаться Ей говорят Неправильно ведешь Я говорю давайте так сделаем Вещи собирайте А ее там Ты отдельно с ней работай Чтобы она подошла И она просилась Подходила ко мне Ну надо чтобы открыто подошла Как говорится На камеру А она девчонка Еще две девчонки были Они с ней в это время играли И она я домой хочу То есть она перевернула Кверх ногами Она всех нас обошла Все наши сценарии Все потоптала Так интересно Теперь нам еще Все менять Режиссуру то все Но я говорю Тогда припомнил Ты ко мне подходила Просилась А я домой Но ты просилась Вчера то Поэтому то утверждаю я Не сегодняшняя Ее сумки Тряпки назад отдали А она тоже Все это забыла Как будто не просилась И тоже начала играть Ту же минуту Это все заснято А теперь там Себя провозгласила Начальником Начальником Деревни Теперь я Дядя Игнатий уехал Я главный начальник здесь Пять лет Девчонки Вот эту энергию В нужное дело то направить то Поработать Вот поехали На пруд Ну за каждым шагом следи У меня Тоже искушение там было Идем по берегу То я показать Поехал С Аленой Которая сюда везла И с которой я уехал Обратно то Мне надо пруды проверить Как А Володя сделал плод Набил мешки Бутылками Под низ И плод хороший Там четыре человека Свободно могут переплывать Но мне охота Как людям Хорошо сделать Ну давайте тогда К берегу причаленный Садитесь Большой шест Я маленько вас тут Круткобыт Как то было Можно заснять Ну а кого у меня в кармане аппарат Снимать некому Алена зашла и все Я с ней ничего не могу сделать Мы отплыли А там глубина три с лишним метра Она по краю этого плота Чуть не кверх ногами ходит Да что ты делаешь Дликерия Я веслом то этим Подниму выше ее то А весла вода течет на нее Пока она там Отряхается То я в это время К берегу оттолкнулся Это упадет У меня в кармане то Аппаратура Погибнет вся Если я в воду то прыгну За тобой то Я Володе сказал На плоту сделать поручи Вокруг По периметру Прибей баклажки какие там Просверли А сверху Ну крепкие так Жерди Чтобы щелк упал Ухватиться А сейчас еще за голые доски то Кое-как пристали к берегу Я так сам себе Понял что Ну Перехватил лишку А хорошее хорошее А не рассчитал на гликерию Это Она у меня с плотом С плотом перевернула Была И там где были Там Ну обрыв Крутой там Она по самому обрыву идет Ну там обрушивается Еще не утоптана земля Она ничего не знает На шлюз пришли Она там уже перескочила И по жерди Как котенок идет Ой девка Ну и вчера она тоже залезла туда Я говорю Никуда не сходить из защищек А им надо перышки на голубятни то Она как Юрок Туда-сюда Везде все перышки Ухватила И с собой какая-то у ней Фигуристая Как кувшинщик привязана Она туда их сразу положила Деловая такая Вот пришла домой то И Надежда Васильевна говорит И стала плакать Господи Да почему же я такая то Вредная то Что ко мне так хорошо относятся Я все не так делаю Да почему Надо же У нее покаяние примерное Вот тебе А Гликерия Гликерия по-русски это Лукерия А Лукерия нам известна Лукерия Ну вспомни Поднятая целина У Нагульного была Такая Бойкая Она там еще Давыдова соблазнила Деряя этого Председателя колхоза Вот так А у нее бабка была Гликерия Володина мать Она не бабка была Прабабка И вот в нее назвали Гликерия Вот это мы День один Побыли там И сколько всего видели А Володя еще и баньку истопил Уже в потемках Все зажег Ну Володя Ну я не очень то и торопился Но пошел Рубашку постирал Вывешал Вот так побыл А кошки В которых увезли пять кошек Надежда Васильевна взяла котят Когда слепые были Я говорю Выбирай какие надо Да она двоих выбрала А они четыре Котенка были Один черный Один полностью серый Не пятнышко Один белый полностью Один рыжий полностью Ну оставили Рыжего до белого Она взяла В городе у меня просили А никто не просит И они у нас остались Они нам не нужны А такие они справные Володя кормит хорошо Там молоко Все это есть Мышей ловят Ну прямо как Колобки какие катаются Пушистые Мягкие такие Они меня окружили Пять кошек в одном доме Ну шикарно Надо думать Кому надо Теперь Да еще Ну средних лет Женщина Она к нам под ворота Там разные Чашечки подсовывает Чтобы покормить Но когда я здесь Они не идут А без кошек Амба нашему амбару Каюк уюту в наших погребах С мышами бой ведем мы с ней на пару Чтоб с голодухи не пришлось рыдать У меня стихотворение на песню положено Для многих кошка Не последний друг Египетское чудо Совершенство У ног моих Свернулась спящий круг И греет электрическую шерстью А то гимн кошки спеть Ну ладно Вопросы есть, нет? Как раньше песни пели Будьте здоровы Живите богато А мы уезжаем до дома До хаты А сейчас говорят Будьте здоровы Живите богато Если вам хватит На месяц зарплаты Люди есть веселые А пока юмор в народе есть Он не умер народ А то у старобрядцев За 300 лет Ни одного юморного слова нету А то есть такие юмор Ну Интересные У нас есть такая молитва Благодарю тебя господи Что послал хлеб мне Все необходимое Даешь и мне Насыщен И он им Гинок шел Благодарим тебя Христи Божий наш Яко насытил на земных Твоих благ Вот так И до встречи у медведя Он как взмолился Господи Да Сделай так Чтобы лев то был Как человек то А он на лапы встал Благодарю тебя господи Что пищу мне послал Лев начал молиться Ну это не придумаешь даже Тысяча то из монаха Ну может и не было так Есть такие вещи очень интересные Рассказывают По делу И через это можно что то взять для себя Они все время надуты Некоторые так судили В Антонии В Антонии кажется было Монахи вечером сидят на берегу Там камыш шумит Легкая реп такая И вот один подошел Издалека шел Слышал какой он суровый Все о царстве небесном думает Земное прах и пепел А он что то сидит и сказал И монахи заулыбались Не смеялись конечно Не грохотали ха 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 И он сидит голову опустил Он сразу голову повернул на него и говорит Брат ты издалека да Ты наверное соблазнился Что вот мы сидим на берегу и улыбнулись Да я слышал вы такие строгие А вы Улыбнулся Он говорит а кем ты был Он говорит охотником А у тебя лук с собой Конечно Он взял лук и говорит А ну ка давай Снова тетиву натяни А еще сильнее Ну тогда сильно стреляем А еще больше нельзя Иначе он сломается Ну вот так и характер человека Сегодня строго Завтра строго Ну надо маленько разрядку дать ему Показать на облака А то монахиня у Нила Самые красивые закаты Нил река И она 35 лет жила на берегу Выходила там мыло Еще надо И ни разу не взглянула на закат Чтобы не соблазниться На закат солнца Да где это видно Когда мы считаем псалтырь Последний псалом Звезды дохвалят Господа Луна дохвалит Господа Аллилуйя Все хвалит Ну посмотри Научись А то на звезды Смотреть нельзя Соблазн Это не по слову Божию Звезды как путеводители В пустыне По ним время определяют Надо знать Писание И Писание тебе сделает Другим Вот у нас мама У нашей мамы У нас было 12 детей Двое Младенчество умерло Остальные 10 Все выросли И она Дома Отец инвалид Без руки Его надо еще утром обуть Но не может сапоги натянуть Вот 10 детей Косить корова Это все сама мама А мы подрастаем Тоже там Кто с чем косит Где-то И она в колхозе еще 12 коров Три раза в день Вручную Это вообще не Даже никто не поверит сегодня А кроме этого Вечером как подалили корову Поужинала Пришла И сразу идут на ток Ток где обрабатывают зерно И там Такая машина была Проверила Две женщины друг против друга Лицом стоят И за ручки этим Вот так вот крутят Он тяжело шел Там решета Шатаются Но они уже смотрят там Часов 12 И Все бабоньки Конец Пшеница Пшеница Упадет И тут уснула Первая встанет У меня мать И говорит Смотрит звезды Орион Они не знали как назвать Назвали кичиги Три звезды Одна за одной В ряд идут На равном расстоянии Ой девоньки Кичиги то уже Вон куда повернули Это уже часа 4 Все поднимаются И идут доить коров Чтобы их Когда выгонять Так свою надо дома Пока им Подоить то Да ребятишек столько то И все успевало А как декретный отпуск Я с мамой пилю Дрова вручную А насчет Сынок я не могу маленько Подожди меня здесь Ушла Ушла в сарай Я слышу кто то кричит Я хорошо слышал Я схватил Молоток и туда У меня там капканы стояли А она говорит Сбегай сынок За кочих А она повитуха бабка была Тут я Мальчишку опять нашла Вот ты беда какая то Ну побежал я Это у нее какой декретный Нету А после когда родит Самое большее Три или четыре дня Все опять на работу И мать говорила Роженец две недели По краю могилы ходит И главное Ни одного ребенка Больного нету Босиком Снег выпадет По первому снегу еще босиком Вот Бог это все дает так И мать прожила Все таки восемьдесят шесть лет А бабушка та девяносто шесть Жила Я вот Осталось немножко Десятого июня будет мне Ровно восемьдесят Никогда не думал Что я доплетусь До этого рубежа Зачем сам не знаю У меня как то было Четыре месяца до семидесяти лет Оставалось А тут ЗГТРК прислали хорошего Режиссера И он у меня вот здесь сидит Ну и интервью берет Пишет Но я говорю Павел Васильевич Мне осталось четыре месяца Когда я ухожу домой Как так А мне семьдесят лет Написано Жизни лет человеческой Семьдесят лет А при большей крепости Восемьдесят лет Как Ну еще умрете что ли Я говорю Четыре месяца осталось Да вы что Да такие слова Да тут Да разве можно так говорить Да что ты испугался то Писание говорит Я это знал Как родился Что я смертный Понимаешь Везде Учителя вокруг нас И Писание И птицы И пчелы Пойди ленивец к муравью И посмотри Как он трудится Не имеет начальника Но вовремя все делает Ленивец Пойди к пчеле Как она любима всеми Это Шестая глава Притчи Соломона Ведь это же так Поэтому глаза Надо открытые держать Муравьи Вот смотришь Они начинают Входы запечатывать А это дождь будет На сто процентов А они знают дождь А у нас барометр Даже еще не показывает Ласточка летает Если она низко летает Я не вижу Ни мошку Ни давление Давление прижимает Мошка рук Книзу Она мошками питается И мы видим ласточку Она прямо перед самой землей Носится Это означает Будет непогода Сыро-сырость А если летает высоко Потому что давление меньше Воздух нагрет И мошка поднимается кверху Она ловит А мы определяем По ласточке Она летает высоко Ну глаза открой Ты увидишь Мы окружены Какой милостью Как цветы себя ведут Как закрываются Вовремя В деревне Земля Не зря Столыпин Петр Аркадьевич говорил Земля несет Рабственное начало А то есть Работы нигде нет А в Алтайском крае Свободной земли Было Перестройку Один миллион двести тысяч гектар Государство Вот первые взяли пустырь Лопату И стали копать А потом техника появилась И теперь комбайны есть Ничего не было Совсем ничего Одна палатка Глину стали вытаскивать На себе таскать Саман делать Соседи директор узнал Ой-ой-ой Вы что мужики делаете то Ну как что Ногами месим Глину соломой то А на следующий день Какой-то приезжает Всадник на коне Следственный говорит Вот вам конь Звать его изумруд Батюк говорит Откуда он? Да соседний Игонин Валерий Григорьевич Там главный Зоотехник был Он прислал вам И в то время он кажется Уже директором был Да как так? Ну а потом он там Нападали его как Там подешевле И конем чтоб топтали Вот Бог сделал Да ладно Он больше года у нас жил И враги позавидовали Когда он рядом прям Перевязан был Штырь железный Воткнули в него И погиб жеребец И все таки мы выстояли Почему? Благодать Божия Милость Божия И враги замолкли Никого нету И как-то стали строить дома Зам губернатора Один приехал другой И регистрацию дали Ну и все идет Потому что молимся А теперь храм Первым Белым построили Потом дома начались И теперь худо-бедно Я не знаю Домов 16 уже есть Ну у нас условия какие Кто думает поселиться Должен доказать Что не лжет Не пьет Не курит Не матерится Не ворует Я в краевой администрации сказал А женщины сидят Там работники какие-то Так у нас тут такого Ни одного нету Статистика вся врет Говорит Мы знаем Женщины говорят Матерятся по чем свет Мужики курят Ну вот Значит не для вас Ну все С Богом Ух 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 Ух